В этом видео мы расскажем о том, как пользоваться калькулятором ограждений Premium и Premium Plus от компании Grand Line. Поскольку эти ограждения состоят из множества элементов, при расчете вручную очень высока вероятность ошибки. Именно поэтому мы разработали специальный калькулятор, который позволяет быстро, а главное точно, рассчитать ограждения. Для того, чтобы перейти в калькулятор, необходимо на нашем основном сайте навести мышку на боковую панель и выбрать расчет ограждений. После этого выбираем необходимый тип ограждения. Вторым шагом выбираем конкретную подсистему для расчета Premium или Premium Plus. Они отличаются наличием декоративного полотна, а также выбираем высоту ограждения от земли. Для примера выберем Premium Plus в высоте 2 метра 40 сантиметров и переходим к самому калькулятору. Здесь можно начертить ограждение самостоятельно или выбрать уже готовую автофигуру, к примеру, прямоугольник. Для того, чтобы начертить самостоятельно, нажимаем на кнопку «Начертить забор». Далее левой кнопкой мыши рисуем необходимую нам форму. Давайте для примера нарисуем трапецию, поскольку это сложные формы забор, так как есть прямые, тупые и острые углы поворота сторон. Как только мы закончили строить необходимое нам ограждение, завершаем построение, нажав специальную зеленую кнопку выше самого калькулятора или нажимаем Escape на клавиатуре. Как вы видите справа, появился элемент чертежа под названием «Забор номер 1». Это и есть наш чертеж. Далее мы можем, к примеру, поменять название или, если нам необходимо, поменять длины сторон или углы соотношения между ними. Для того, чтобы ориентироваться было проще, обращаю внимание, что на каждой стороне, кроме длины в метрах, в скобочках указан номер стороны. Для удобства можно изменять масштаб с помощью колесика мыши. Также для удобства можно перемещать чертеж, для этого используя специальную кнопку прямо на чертеже, либо дублирующую кнопку на левой боковой панели. Также есть возможность сразу предусмотреть и рассчитать калитку или ворота. Для этого нажимаем на соответствующий фон. В открывшемся диалоговом окне, в первой строчке, можно для удобства выбрать название для новой калитки. Например, вот так. Ниже можно выбрать конкретно калитку или ворота, откатные, а также распашные. Если элемент входной группы будет нестандартным, то можно выбрать пункт «Другой» и указать свою длину. Для того, чтобы правильно спозиционировать калитку или ворота, необходимо выбрать сторону. Обращаю внимание, что на выбранной стороне красным квадратиком подсвечивается крайний стол. Именно от него будет указываться отступ до будущей калитки или ворота. К примеру, мы укажем 6 метров. Далее нажимаем кнопку «Вставить блок». Точно так же мы можем установить и ворота. Для этого нажимаем уже знакомую нам кнопку. Меняем название при необходимости. Но в типе поставим, к примеру, ворота распашные. Делаем отступ в 7 метров. И теперь калитки и ворота на чертеже у нас находятся рядом. Очень удобно, что можно менять название калиток и ворот. Так, например, если у нас есть еще одна калитка, которая будет удобно располагаться на стороне, смотрящей в сторону леса, то можно ее так и назвать. Также есть возможность добавить обозначение на чертеж. Для этого нажимаем кнопку «Вставить текст». Появляется элемент «Текст 1» и, для примера, укажем здесь улица. А на противоположной стороне участка укажем, что здесь находится лес. Итак, наш чертеж готов. Мы можем его сохранить. Для этого нажимаем кнопку «Сохранить чертеж» и в открывшемся диалоговом окне щелкаем второй кнопкой мыши на картинку и сохраняем ее в себе. Для того, чтобы посмотреть, какое количество элементов нам необходимо для этого забора, пролистываем страничку ниже и нажимаем кнопку «Рассчитать». Здесь же есть сразу возможность выбрать цвет из коричневого, зеленого и красного. Здесь сразу же указана длина забора в погонных метрах. Дальше идет детализация сметы и в конце итоговая сумма. Напомню, что сейчас мы посчитали ограждение в подсистеме «Премиум плюс» в высоте 2,4 метра. Если есть необходимость уложиться в какой-то конкретный бюджет, то можно, не перечерчивая в кальпуляторе ограждения, сделать новый расчет, просто поменяв подсистему или высоту. Для этого проматываем страничку обратно вверх, выбираем подсистему «Премиум плюс» в высоте 2 метра и снова нажимаем на кнопку «Рассчитать». Программа по этому же чертежу пересчитывает новую смету с учетом изменившейся высоты и выдает нам по итогу уже меньшую сумму. Ну и на этом, пожалуй, все. Пользуйтесь калькулятором ограждения «Гранд Лайн» для подсистем «Премиум» и «Премиум плюс», чтобы ваш расчет был точным и быстрым. На этом все. Удачи! Продолжение следует...